Привет, дачники! Мы все очень разные. Кто-то бежит из города на дачу, а кто-то мечтает о городе. О Москве в частности. Если вы хотите переехать или планируете переезд, то я вам советую канал «Я дома», где девушка рассказывает, как она переехала в Москву. Делится своим опытом переезда, рассказывает, как найти жилье, делится лавхайками и рассказывает о том, что переезда. Ссылка в описании. Ссылка в описании. Привет, дачники! Здравствуйте, друзья! Я продолжаю свою серию дачных дел. Это серия четвертая. Я, наконец, хочу доделать свою табличку. Долго она у меня лежит. Хочу повесить ее на стену, чтобы, когда вот видео снимаю в мастерской или буду вести стримы, когда будет очень холодно, хочу, чтобы табличка с названием канала была наверху. Вот. Выпилила я со своим лобзиковым станком буковки. Вот. А логотип будет у меня не тот, что обычно на видео, а, конечно же, олень. Сейчас буду приклеивать. Возьму свой технологичный палец, высок на технологичный палец, вот, и буду размазывать клей. А потом мы это все придаем на некоторое время. Вот здесь написано 10-15 минут, но я думаю, что оставим мы на 20 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейчас была на крыше своей пристройки, у меня потекла крыша. И у меня тоже потекла крыша. Как многие из вас знают, что моя пристройка строилась позже, года на три после постройки дома. И к той стенке, к которой я настроилась, она выглядит вот так же. Это вагонка простая. Здесь есть пазы. Сейчас для более наглядного примера я найду кусман вагонки. Допустим, это крыша. Вот она находится под вот таким углом. Уклоном, вернее сказать. Под таким. И вот эти вот пазы, они же туннельчики, заходят туда внутрь. И вот мы имеем дыры внутрь. Отверстия окей. Они хорошо были промазаны кровельным кельметиком титан. Очень хорошая штука. Но три года прошло. Вот. И пристройка начала подтекать. Подскажите, пожалуйста, что можно помимо кровельных герметиков и вся остальная лабуды, которая, конечно, хорошая. Но они, видимо, совершенно не предназначены для вот такой вот совершенно нестандартной ситуации. Я забираю свои слова обратно насчет прочного, хорошего материала. Сейчас я снова лазила наверх и доскональное разглядывание показало, что он весь рассохся и расстрелскался. Там еще не очень был толстый слой, правда. Я сейчас снова промазала. Ну, практически кажется таким же герметиком, только это прозрачный, а тот был коричневый. Я сделала два слоя, очень толстенькие, жирненькие. Это меня спасет, наверное, года на три. Но это, конечно, не дело. Это не дело. Надо придумывать что-то такое более правильное, капитальное и, самое главное, долговечное. По всей видимости, нужен какой-то гибкий, но прочный, хороший материал, чтобы он смог обойти вот эти все препятствия и лечь в эти оглубления. Что бы такое придумывать, товарищи? Пойдем, земляника Ламбада, погуляем, а то мне больше не с кем. Мои елки снова выросли и опять задевают провода. Готова была лезть сама и пилить верхушки. Я так уже делала два года назад. Глаза боятся, руки делают. Ничего страшного. Но мне повезло, к соседям приезжали электрики, и я их попросила спилить верхушки. Классная у них лестница, хочу теперь такую же. Ох, и лето у нас выдалось. Надеюсь на очень жаркий сентябрь. Особенно на 13 число. Моё день рождения. Не очень я люблю кулинарные каналы, но иногда буду делиться своими вкусняшками. Насчет вкусняшка это или нет, как бы, не знаю, вам судить. В общем, называется это напиток жижа по-элински. Нужна морковка, сельдерей. Нужна морковка, сельдерей. А теперь всё смешиваем. Мне очень нравится, очень вкусно. Спасибо за просмотр. До новых встреч, друзья. Субтитры подогнал «Симон»!